Есть определенные шаги, есть интересный формат, который образовался вот в Еливании, четырехсторонний формат по поводу создания энергетического, электроэнергетического, вернее, коридора между Ираном и Россией, в которую вошла также Грузия. Другой важный момент, который для Армении является определяющим в плане перспективы, это отношения между Арменией и Азербайджаном. К сожалению, есть в Армении опасения, что в политике, как говорится, отрыва Азербайджана от турецкого влияния или выхода Азербайджана из-под турецкого влияния с российской стороны возможны некоторые шаги, которые будут толкать Азербайджан в сторону Ирана. То есть, фактически, есть некоторые опасения по поводу того, что турецкое влияние в Азербайджане российская сторона захочет компенсировать увеличением иранского влияния. В этом плане это для Армении создает определенные беспокойства. И для Армении желательно, чтобы всякие глобальные, если можно так выразиться, проекты проходили через Азербайджан. В этом деле очень важна позиция России, так как краткосрочные интересы, как показал опыт с Турцией, то есть торговля, я образно скажу, помидорами и огурцами никогда не может компенсировать те стратегические разногласия, которые есть в нашем регионе. В этом плане очень важно, чтобы Россия повторила ошибку с Турцией в плане своей политики в Азербайджане. Никого не секрет, что Азербайджан фактически является продолжением Турции в нашем регионе. И антиирамизм и антиарменизм являются теми основными столбами, на которых жидится со временем азербайджанская идентичность и государственные мастерства. То есть все планы, которые нацелены, направлены на вовлечение Азербайджана в русско-иранское сотрудничество, как связущее звено, рано или поздно приведут к тому же коллапсу или коллапсу того же типа, как это было в случаях с Турцией. Я думаю, что Армения, хотя и в некоторых моментах может с первого взгляда казаться малопривлекательным или меньше привлекательным, чем Азербайджан, но Армения за эти годы и рано, и Россия показала, что является очень стабильной страной, стабильным партнером. И в этом плане внутриполитическая стабильность Армении является основным козырем нашей страны. То есть Армения фактически одна из единичных стран нашего региона, под регионом Равия, подразумеваю, в целом Ближний Восток и Южный Кавказ, которая не подважена угрозе терроризма, которая в плане своего исторического опыта доказала и даже в очень трудные моменты, например, вот известные события, связанные с убийством спикера партнера и так далее, что она может контролировать внутреннюю ситуацию даже при наличии таких внутриполитических вызовов. И в этом плане.